Всем добрый день! Это питомник роз Полины Козловой. Меня просили рассказать про розу Надя Миян Декор. Либо Надя Миделанд она у нас называется в каталоге. Про нее очень много нехороших отзывов. Но я хочу сейчас рассказать про нее, какая она на самом деле. Роза кое-где заявлена как шраб. Ну, как по мне, шрабом она не является. Скорее всего, она почвопокровная. Она почвопокровная. Потому что те картинки, которые вы видите очень многие в красивых журналах либо на страницах блогеров, либо садоводов там такие красивые шарики, усыпанные цветами. Чтобы такого добиться, нужно бесконечно сидеть возле этой розы и стричь ее постоянно. Не только весенняя обрезка, а собственно летом постоянная корректировка. Если вы не из категории людей, которые собираются сидеть возле розы с утками, а хотите просто красивую розу почвопокровную, Надя Меделан очень к этому подходит. Какие у нее плюсы в качестве почвопокровки? Ну, во-первых, она очень широкая. У нее одна ветка в радиус, если брать центр уста, и радиус это ее ветка, где-то порядка метр двадцать, полтора. То есть общий куст достаточно большой, порядка трех метров. У нее цветет она соцветиями, и соцветия эти на очень длинных ножках, ну, как для почвопокровной. То есть сейчас вот это вот цветущий цветочек. Сейчас я вам постараюсь показать. Вот ветка. И вот каждый бутончик достаточно длинные веточки. И вот эта верхушка цветет. А если спускаться взглядом вниз по стволу, вот из каждой пазухи, вот прям их видно, такие маленькие зеленые листики выходят, будут выходить еще соцветия, и они тоже все будут в цветах. То есть ветка вся усыпана с цветами. Сажать ее нужно где-то, если это передний план, то дорожка должна быть у вас достаточно широкой. Если у вас ограниченная территория, то это явно не передний план, а где-то подальше. Потому что она как высокая, то есть сантиметров до 60 она может вырасти, если выращивать ее как почвопокровную, так и достаточно широкая. По поводу того, многие считали, пишут, что она окукливается. Она не окукливается. Это роза самоочищающаяся. И, собственно говоря, это нужно проходить и вот это вот сбивать просто руками. Сейчас я вам постараюсь. Вот так вот она некрасиво отцветает. Но, собственно говоря, вот эти вот соцветия держатся уже на кусту очень много времени. И она вот так легко очищается. То есть у нее не остается завязей. Вот эти веточки обламываются. Это роза скорее для тех, кто любит розы, кто будет за ними ухаживать, кто будет возле них сидеть с секатором, обрезать, поливать, удобрять. Цветок крупный. Повторюсь еще раз, их много. И поэтому она требует еще усиленного питания. Ну вот сейчас еще раз постараюсь показать. Вот ветка. Вот такая длинная ножка у цветка. И таких цветков на ветке очень много. То есть она имеет очень обильное цветение. У нее достаточно сильный, как для почвопокровной розы, аромат, что, собственно, редкость. Так что я, например, за нее. Мне она нравится. Дома она у меня растет. Растет именно как почвопокровная. Весной я при обрезке вырезаю ей центральные ветки, чтобы она у меня скорее шла лепешкой. То есть ложилась на бордюр. У меня там много чего растет. Вот она одна из них. Мне нравится то, что у нее аромат. То есть для почвопокровной розы аромат иметь это очень и очень. Основная масса из них не пахнет. Вот Лариса сильно пахнет. У нее специфический аромат. Такой жженой карамели. А у Нади Мьян Декор или Нади Медиланд у нее такой аромат именно розы с такими-то нотками цитруса. Ну вот так она выглядит. Собственно, говорят, вот этот цветочек еще дней 4-5 простоит. Вот эти вот уже серенькие некрасивые им уже времени достаточно много. В принципе, когда вот полностью куст, полностью вот это соцветие станет коричневым, оно само осыпется. Если кого-то это шокирует, кому-то это не нравится, такие вещи нужно обрезать. Можете обрезать сами, собственно говоря, и тем самым вы еще простимулируете выход новых цветочных побегов из пазух. Вот еще раз постараюсь показать. Вот они. Они идут по всей длине ветки. То есть роза очень-очень набитая. То есть если хотите ей придать определенную форму, возле нее придется побегать с секатором. Не знаю. Мне она, например, нравится. То есть я говорю, если она растет у меня дома, значит, это что-то значит. Мне нравится. У нее хорошая листва, такая глянцевая, красивая, плотная. Болячки она не цепляет. Она не любит, когда ее поливают дождеванием. То есть если ее сверху на бутоны попадает вода очень часто, вот этого она не любит. Еще она требовательна к обработкам. То есть если вы обрабатываете заранее, то она не будет цеплять мучнистую росу. А из-за того, что цветов много, собственно, когда много цветов, много влажности вот в этих соцветиях. Много влажности, собственно, тоже прилетает мучнистая роса. Тут все цепляется одно за одно. Нужно быть просто немножко внимательным. Либо не жадничать и покупать хорошие препараты. Я за то, что лучше взять профессиональный препарат. Он хранится долго. Препараты обычно хранятся не меньше 3-5 лет, а некоторые еще дольше. И в магазинах, я думаю, что есть такие магазины, где-то все продается на разлив. И тогда у вас не будет проблем. Потому что если вы берете препарат дешевый, а еще, не дай бог, подделку, тогда это просто вы бесконечно будете прыскать, 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 а эффекта вы не добьетесь. Это Надя Миди Ланд. Вон такое шикарное, огромнейшее соцветие. Просто вот такое ух. И опять же, это кусты, которые не для цветов. Это кусты на вызревание. То есть вообще здесь никто ничего не обрезает. Здесь самое главное, чтобы нижние ветки были вызревшие, хорошие, не перекормленные, без лишних нароста молодых. Чтобы они прижились, хорошо перезимовали и на следующую весну своих новых владельцев радовали красотой. Листва красивые. Когда у розы красивая листва, это просто очень большой плюс. Я люблю глянцевую листу. Вот по соседству у нас вот эти вот пестрые шапки цветов. Это диспетта, почвопокровная роза. На нее еще массового спроса нет, про нее информации мало. Но опять же, розы с пестрой окраской, они как правило, у них цикличность. Либо их сразу хотят все и сразу, либо потом их все ненавидят. Потом опять все хотят. Мне нравится. У меня ее нет, но мне она нравится. У меня на нее места пока нет. Или я не придумала еще. Ну и Лариса. Ну куда же без нее? Лариса красотка. Кстати, она тоже окукливается. Вот эти вот коричневые цветы, это окукленные цветов. Она самоочищающаяся. То есть, просто можно подойти, пальчиком ударить, и этот цветочек отвалится. Ничего страшного нет. За всем нужно ухаживать. То есть, так что вы посадили, она у вас будет свисти, вам ничего делать не придется. Нет, такого не будет. Это только пластмассовые цветы могут так все вести. Красавица. Лариса просто супер. Лариса, Анжела, Аспирин, Помпанелла. Это хиты. Они делают кассу. Красивые розы просто. Восхитительные. Это я про кассу, это к тому, что некоторые, что мы выращиваем розы, которые сами себе не покупаем. Там недостаточно выращивать 4, там 5 сортов, и их все равно всегда будут покупать. Я за то, чтобы разнообразие было. Сортов миллионы просто. Ну не миллионы, но несколько сот тысяч точно. И каждый год все выводится, выводится. А если еще собрать всю коллекцию сортов, которые выращивают в Эквадоре, срезочные сорта, то там вообще можно в них утонуть. Это Лариса. Это она уже в процессе отцветания. Вот такие огромные шапки цветов. Это она уже. Но опять же, на ярком солнце и здесь со цветами никто не ухаживает. Просто Лариса. Начала с одной розы, заканчиваю другой. Красавица. Ну вот примерно как-то так. Будут вопросы, спрашивайте. А теперь всем спасибо и до свидания. До свидания.